Это у нас утренние собеседования такие вот. Вот спрашивают меня, ну вот вы верующие, молитесь ангелу-хранителя, а вы видели его хоть раз? Или там молитесь избавить от лукавого, а вы его видели хоть раз? Ну я знаю по литературе, что нежелательно. Я хотел бы посмотреть, какой он, Матавилов Александр Николаевич, спрашивает Серафима Саровского. А тот говорит, вид его ужасен. Тебе зачем это? Ну и говорит, какие может пакости дьявол делать-то. Я скажу, в своей жизни я никогда, ни разу не слышал вот так голоса, и ни разу никакого еще видения у меня не было. У меня на другом уровне. Сильные нападки были, когда я жил в городе Искитиме. Еще был один. Улица, кажется, Искитимская, 17. Захарова Улита Григорьевна. Дом они построили большой, пятистенный. Это значит, не просто вот так, а посередке еще там стена стоит. У нее муж взяли на операцию. Простая операция была, говорит, то завязывали. Бывает такое. Сын Коля готовится в армию. Их послали там, бывает водонапорная башня, в виде болта высокая такая, и она стоит на куще еще земли. Люди с работы идут. И тот, который шофер-то поднимал их на этом, снять опалубку, он не закрепил машину-то. Ну, два человека, а так, высоко, наверное, на опрокидывающий момент. И она, машина-то стала падать. И она стоит там на высоте, машина-то, и теперь там асфальт. И он как грохнул, и Коля сразу насмерть. А тот из армии только вернулся там, еще сколько-то пожил. Два-то уже. И в этой комнате, я хочу сказать, что было. Сын там пьяница, лезет в петлю. Дочь вышла замуж за офицера, выехала в Болгарию или куда. И она осталась одна в доме. Внезапно все. И в это время я в ней поселился, переехал туда. Там сестра была, слышит там, как ночь стемняется, кто-то ходит, это там по стенам, что-то носит. И это слышала моя сестра, со мной жила. Я не слышал. Слышал хорошо. И вот сижу, я занимаюсь конспективой Златоуста. Трехтомник был. И в это время, как бы кто-то занимается, я сейчас нападу на тебя, и ты с ума сойдешь, и бросишься в окно. Я сижу, у меня как раз все волосы. Волосы-то были хорошие. Я сразу на колени, вот как сижу, вот так на скамейке, я сразу на колени опускаюсь и молюсь. Свет потушишь, я на тебя нападу. Мысль. И во время, когда я считаю Златоуста. А старание там, как выйдешь из в огороде. Ну, отсюда свет чакнешь, теперь свет там. Теперь я свет уже не включаю. Мне тоже было понятно, что он уже желает свою. Я иду в темноте, насыпаю уголь. Ну, я знаю, где опада лежит, где ведро, я зашел. Еще не может он. Дальше ложиться спать, свет не выключай. Бывает, люди спят на щи, там выключают. Я сразу нападу на тебя, и ты с ума сойдешь. А вот тут тоже. Помолился, лег спать. Даже заобещали мне где-то 47 секунд. Я заснул полностью. На работе все время. Там бетон носить. Работа, тяжеленная работа. Тачки на второй этаже. Геннадий целый день. А живут один, там хлеб дают. И он еще вот этой недели и две порол горящего на меня в рахта. И все, наступило по сегодняшний день. Никогда, ни разу не слышал никакого звука. Но я знаю, что есть. И что он нападал на меня, я это ощутил. Это было. Теперь. А ангела как узнаете? Я ангела ни разу не видал, но я его ощущал. Как вот сажусь иногда. Но днем очень усталый. Я специальное место у меня такое, как бы, около печки с той стороны. Никогда днем не ложиться. Никогда. Я на стул, опрекла так голову, на печку. А сумка такая, из материи. Я так на глаза, чтобы от света. И все. Перекрестился. И, господи, мне минут 15 дай отдохнуть. И глаза-то закрыл. И сразу уснул. 15 минут как будто проходит. А другой раз, пора вставать. Слышу, как дыкань рядом-то. Но сразу стою на молитву. Вот мой маленький опыт, как я это узнавал, никогда не видел. У меня ненарушенная психика. Жил в деревне. Никогда не было. В природе не было никаких колдунов, шептунов. Это все отрицалось. Но самому мне пришлось вот это вот, как бы сказать, вы слышите, страхи были. Когда маленький был, боялись бани одному остаться. Потому что много наговорили, там домовые. На кладбище ночью. И когда я ночью иду из Барнаула, то по деревне можно пройти. Нет, я наоборот иду только через кладбище. То есть, все, что есть, вот с этим я ему никогда, ни в чем никак не уступал. Говорят, ну когда-то боялись. Боялся, сам не знаю чего. Проснулся ночью-то, на полу спал. И глянул, а там черное что-то под скамейкой. И я, видимо, закричал. Отец услышал, вообще-то испугался-то. Там черный. Ну, отец все черное-то. Сериалистичности-то-то не было-то. Можно спичкой щихнуть. Ну, это большой чугун, двухведерный. Мать там картошку поставила. А овечки у отца, овечек около тысячи. Он под черных овец. И волки. Приходили ночью там и... И поэтому отец, я видел, как он сидит и патроны заряжает. Порох, но без дроби. Выстил, летит пыш там. Еще там из газеты, из шерсти. И это запах остается. Он меня отец сразу взял на улицу. Вышли мне, на колени. Помню, ружье дал. На колени стреляю. Ну, а стрелять-то еще только нажать. Я нажал, как бахнул. Я называю, страх мой был расстрелян навсегда. Это я обычно там подобное в романе. Роман можно назвать Хаджи Мурат. Назваю Николаевича Толстого. Когда он рассказывал о себе, как там убивали царских детей, я выпрыгнул в окно и остался живой. Я говорю, ты боялся? Это было единственный раз. Больше никогда не боялся. И когда его где-то арестовали, он шел. Ну, идут там и идти только по одному. А дальше пропасть. А он в степях заковали его. И как-то, как говорят, отступили маленько. Это я, ноги связаны. Я сразу бросился и полетел в пропасть. Меня там нашли. Переломные кости и все. Я выздоровел и теперь уже никогда назад не отступал. Вот у меня было что-то подобное. Однажды и навсегда это отошло. Поэтому никогда ребенку не показывайте то, чего он мог убояться в будущем верующем. Господь сильнее всего. Мне это дано было с детства понять. Господь мой. И поэтому не убоюсь зла. Что сделает мне человек? Все он сделает. И со мной Господь. И вот этой силой ты будешь побеждать. Твердо держи. Вот ощущение. Никогда не добивайся. А мне надо ангела показать. Да не дьявол может ангела и Христа показать. Повторяю. Никогда ничего не видел. И благодарю Бога. Потому что легко можно было обольститься. А теперь люди где что-то там говорят. Где там насырают тайцы. Вот бывают колдуны там. А ничего не сделают. Я рассказываю, как пришли к нам в университет. Мать и дочерью. Я сразу помолюсь. Их давайте молиться. Они пришли ваше занятие разрушить. А дети в черном. То другое. Стали молиться. Их как ветром выдуло. Больше никогда не было. А чтобы вот так было. Вот мы... Вот этот дом сзади. Вот тут наш дом был. А дальше туда. Ну сейчас где там... Леша. Там жила у Синия Литуева. И она знала что-то и шептала. И вот тяча его назовут. И папа, и тяча. Теленок что-то заболел. Ну, мама так видимо сказала. И она там дала молока. Что-то она носом пкнула. И сидит там. Такая шерстяная нитка. И она на нее что-то считает. И эту нитку надо привязать теленку. И встанет на место. Он обезножил. Не может ходить. А я зашел, убедал. И я говорю, это же вражба самая настоящая. Это смерть за это. Ветхом Завете волосу колонну. Ее как она бросила все от себя. Выскочила. А отец идет. Все сатана уже сделала. Отец мог бы пораньше пройти. Он прямо... Она говорит, что случилось? Синия Ивановна. Игнатий меня убить хочет. Я сказал о смерти в Ветхом Завете с колдунами. И как... Но после этого пошли мы с отцом. И пилим. У него одна рука. Пилим дрова. Он опустил пилу и засмеялся. Что? Как кипятком ты ее обварил-то? А я пошел. А теленок уже ходит на ногах. То есть она не закончила считать это. Свою там... Мне куда-то даже говорить как. И вот такое и дело. Поэтому... Я в Пензе когда был, а там цыгане. Я с ними... Давай я погадаю. Давай я тебе без гадания скажу, что тебя ждет. И стал говорить о Боге. Как они перепугались. А в магазине... ЦУ главный. Когда я захожу, они меня уедут. Они меня сразу за столбами. Большие пилесты. Они вот так выглядывают. У меня один написал, говорит, где-то в Хабаровске или что-то. Тоже с цыганами встретился. Или на юге там, что-то Краснодар. Ну и говорят, хотите, я вас познакомлю с человеком. Паниславкиным. Я их не видел никогда. Они друг другу передают. Малва какая идет. Нет, сейчас я не буду. Я им говорю, кто вы такие, откуда у вас и что будет с вами. Когда говорит, ведьма эта умирает, она кого-то за руку должна взять. Кому-то передать. Вот этот. Вот вам какая была. Это ведьма. Никакая она там, непрозрительная. Она в основном рассказывала о том, где дьявол задействован. Курск, бил, утонул. Это его дело, дьявольское. Убить, погубить. Сейчас губиться. Вот Кушкин она нам предсказала там какая-то, что ты погибнешь, там, белый человек в белом. Данзас когда стрелял. Дантес стрелял. Одетый был так. Еще раз сказал. Ну и трепетал бы. Возьмите вот Вольф Месси. Показывает, как он женился. И ему уже предсказал, когда умрет. О смерти речь идет. И он каждый день смотрит на это число. Ну какая это жизнь? Да я, может, умру сегодня, жена завтра. Но еще я буду знать-то. Зачем я буду на это цифры? Ну я каждый день готовлюсь. Вот мне смерть предстоит. Вот мне гроб принадлежит. Глазер, вдруг наш уснул. Говорил о смерти. С Богом-то, когда я верующий, все остальное, что мир накопил, опыт какой, никакого значения не имеет. По этой теме мне неоднократно приходилось говорить с людьми, как опыт. Вот я никогда не добивался, а пока жили сот, это сделай. Я везде видел Бога. Везде. У меня там кочегарка. Кочегарка, говорю, углярка. Я в уголь беру. Выходить там, доска высоко так, а дальше стоят ведра. Я начал, ну, запнулся. И оттуда, от угля-то я запнулся, из углярки-то, и упал. И ведра стоят вот так. Если бы я так, то хоростел. Я упал прямо между ведрами. Упал и лицом не достал даже. Эта шапка слетела. Темнота. И я встал. И первым делом, Господи, да кто же за меня так молится опять? Что, ну вот расстояние какое, голова, чтоб ты как прошла мимо-то. Ни с тарапины, нигде ничего нету. Мой ангел сумел же меня уберечь. Там кубарем я, говорит, по лезвию острову, там я скатился. А женщина в силе снесла бы мне голову с плеч. Теперь он по старой среде в истерии явился. Там если кто-то вернелись. Я ощущал Бога. И вот я как рассказываю по этой нечисти. Где-то вот это предчувствие. Вот к этому человеку не надо даже подходить. А как его знали? Не знаю. Это Бог делает. Открывает и показывает. Нельзя ему отвечать. Никак. Ни с одной стороны. Почему? Там сидит демок. И он будет только кидаться и кидаться. Поэтому я поражаю молитвой доверяясь Богу. Такая свободная, чистая жизнь. Радости. Радуйтесь. Всегда радуйтесь. 16-й глава, 20-й стих. Кремль, он говорит, «Сокрушится, тону под ноги на вашей вскоре». Попирай его. И поражай его в голову. Не бойся. Вот там сегодня что-то не говорили. Вот когда началась вот эта история. Что болезнь распространяется то-другое. И мне сразу мысль. Это 5 марта. Житие святого Конана и Саврянина. А ему бесы подчиняли. Все делали. Дрова кололи. Печь топили. И кто про него сейчас скажет, они того человека лупили бесами и к нему приводили. И вот он, когда перед смертью, 30 сосудов глиняных и туда заключил демонов. Ну вот это бывает хатт обычно, когда. Точно так же, когда сосуд-то открыли, его подбросило вверх. Ну и этот вылез демон в виде старика. И вот здесь два сосуда, когда-то разбили, когда ломер, раскопали там где-то. Там еще 28. Я возьми и скажи, а там еще 28 этих штаммов разных видов. А сегодня пишут 27. А как вы знаете, я вообще ничего не знаю. Я предположил только, что сосуды эти будут найдены. И будут освобождены. И они бесы, когда люди думали, там серебро, какое золото. И начались вопли. Как они крещали, друг друга именами называют. Летают. И пошли всякие язвы, болезни. Болезни, вирусы. Вот откуда я взял-то. Напали на людей. Там эпидемия. Вот это все от демонской силы. И как? Ну как бы. Со мной Господь, что он делает-то? Вы помните, какой Гоголь Николай Васильевич это окружил себя, видит, вокруг, за эту черту не зайдет. И есть в житях святых ели. Точно так же молился. Круг вокруг себя сделал, там мелом или чем. И я вам не могу дать продойти. Да перейти из этот круг, в котором он находится. И поэтому ведущие так, мы признаем, что есть это. Да помилуй нас Господь. Избавит от рукава. Меня будет хранить. Да доведет нас до желаемой пристани. И ведет навеки вечное царство Христа Бога нашего. Льву и Аминь. Аминь. Спасибо, Христос. Благодарю.